Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Бахаров. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Ученые Казанского университета исследуют заболевания мышц. В Казанском федеральном университете прошло ток-шоу, посвященное борьбе с коррупцией. Кто такие казанские елбарсы? Ученые Казанского федерального университета удостойны государственных наград Республики Татарстан. На мероприятии, посвященному вручению Республиканской премии Юрисгода 2020 и Всероссийской юридической премии имени Габриэля Шершеневича, награду заслуженный юрист РТ получили. Заведующий кафедрой Международного и Европейского права юридического факультета Казанского федерального университета Адель Абдулин и доцент кафедры Конституционного и Административного права юридического факультета КФУ Зухра Гадельшина. К другим новостям. Почему с коррупцией важно и нужно бороться? Какие методы борьбы с ней существуют? Эти вопросы обсудили в рамках ток-шоу в Казанском университете. Смотрим. 9 октября отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этого события в Казанском университете состоялось ток-шоу «Активное студенчество говорит не от коррупции». Спикерами выступили руководители республиканской молодежной программы «Не дать не взять» Алена Лапенкова, проректор по общим вопросам Казанского университета Решат Гузеров и главный советник отдела антикоррупционных проверок управления президента республики Татарстан Равия Шерша. Весь мир сегодня осознал о том, что коррупция – это плохо. Коррупция – это является угрозой национальной безопасности. Поэтому все сегодня и государственные органы, и органы местного самоуправления, и религиозные организации, общественные организации, да и все жители у нас республики Татарстан вовлечены в эту работу по противодействию коррупции. И сегодняшнее мероприятие – это яркий пример того, что Казанском федеральном государственном университете этому вопросу также уделяет важное место. В рамках ток-шоу обсуждались темы не только касающиеся законодательства, но также и психологии поведения человека. Студенты Казанского университета задавали вопросы экспертам о том, какие методы борьбы с коррупцией существуют и возможно ли победить коррупцию. Может быть, конечно, мы идеализируем то, что мы когда-нибудь победим до конца коррупцию, но все-таки к этому стремиться надо. Вопросов было много. Видно, не хватает определенного общения и с администрацией университета, и с специалистами. Поэтому именно такой инфляционный голод, наверное, будем стараться уменьшить и чаще встречаться. Эксперты считают, что коррупцию можно и нужно минимизировать. Но чтобы это произошло, нужно проводить мероприятия по антикоррупционному воспитанию не только в университетах, но и в школах. У нас есть институт психологии образования, там есть специалисты, которые со временем будут работать в школах. Начинать, по большому счету, нужно и с наших специалистов, и объяснять им, чтобы они в своих школах говорили, рассказывали о угрозе коррупции. Нужно рассказывать и объяснять это студентам, потому что многие студенты даже не знают, куда обратиться, кому пойти, чтобы рассказать о этих проблемах, которые есть. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Казанский университет выиграл два мегагранта правительства Российской Федерации на общую сумму 180 миллионов рублей. Один из победивших проектов направлен на изучение мышц человека. Каким грандиозным результатом могут прийти ученые, смотрите далее. Как работают гены в многообразии скелетных и сердечных мышц человека? На этот вопрос ответят ученые Казанского университета, исследования которых помогут решить проблему устаревающего населения. Это в первую очередь проблема ортопедии, это сердечно-сосудистые и скелетно-мышечные заболевания, атрофия мышц при госпитализации, при неподвижности, ну и, конечно, большой вопрос спортивной генетики. Результаты исследований могут принести большой вклад в развитие генной терапии, использующейся, например, в лечении мышечной дистрофии. Уже есть запатентованные, выпущенные на рынок лекарственные средства генотерапевтические, которые как будто подсовывают, вместо сломанного гена работают в клетках и, соответственно, производят недостающий белок, правильную его форму. Но сейчас основные подходы – это создание таких вот генетических конструкций, которые будут активно работать в клетках, но они не обладают специфичностью, да, то есть они работают не только в мышцах. Благодаря работе ученых Казанского университета эти лекарства смогут работать только в необходимых областях, при этом не влияя на работу других органов человека. Это многократно повысит и эффективность, и, главное, безопасность, в том числе, знаете, психологическую безопасность использования таких вот решений, потому что все мы боимся ГМО, все мы не хотим, чтобы у нас выросло что-то не там, где мы хотим, и, в общем-то, это вклад и научный, и такой социальный на самом деле. Руководить работой будет Йошихида Хаяшисаки, давний партнер Казанского университета и сотрудник Японского института Рикен. Человек, который имеет опыт создания целой программы геномных исследований на уровне целой страны, то есть именно благодаря ему 20 лет назад был выбран определенный вектор развития японской генетики без преувеличения. Кроме того, исследования пройдут с поддержкой российских биобанков и группой ученых, которые также предоставят биообразцы, отражающие заболевания мышц. И если мы сделаем такую выборку, которая будет содержать сотни мышечных образцов, мы получим недостижимую до настоящего времени глубину исследований. Мы определим сотни, десятки тысяч, десятки тысяч фактов регуляторных элементов, которые работают исключительно в мышцах. И вот такой вот секрет, что где-то на самом деле в геноме не было ничего, думали, что там вот пустое место, а на самом деле там какой включатель или выключатель гена специфичного для мышц находится. Именно эти знания мы получим в рамках реализации проекта. На реализацию поставленных задач выделено три года. Ранее, еще до получения гранта, ученые Казанского университета организовали пилотный проект в этой области. И по словам Олега Гусева, три года – достаточный срок, чтобы продолжить исследования и получить первые серьезные результаты. Диана Желенкова, Универньюз. Кто такие казанские юлбарсы, чем они занимаются и можно ли вступить в их ряды? Наш корреспондент расскажет об этом. Казанские юлбарсы – общественно-спортивный клуб Казанского университета. Существует он не так давно, но уже объединил в себе более пяти тысяч любителей спорта со всего университета. Начиная с первого курса, вступивший в организацию студент, участвует в спортивных мероприятиях и других активностях. Организация молодая нашего университета. Существует не так давно, но очень перспективная. И в этой организации уже довольно-таки много людей. Людей именно активных, спортивных. Участие в различных мероприятиях, на мой взгляд, раскрывает студента. И показывает его стороны, которые в дальнейшем он развивает. И это ему помогает не только в своей дальнейшей жизни, но и в учебе в том числе. Футбол, хоккей, шахматы, бадминтон, настольный теннис – это лишь малая часть тех игр, в которых юлбарсы принимают участие. В этом году ребята ввели новый вид активности, который назвали «Юлбарсы онлайн». Этот формат объединил в себе любимые у студентов компьютерные игры и был проведен еще в апреле, во время режима самоизоляции. В него входили различные мероприятия, такие как Counter-Strike, FIFA, интеллектуальные игры, например, что, где, когда. Проводили различные конкурсы в социальных сетях и вели прямые эфиры. И вся эта идея настолько понравилась ребятам, что мы решили в этом году вместо спартакиада студентов первого курса, который перенесли, провести спартакиаду «Юлбарс онлайн». Стать «Юлбарсом» может любой желающий студент уже с первого курса. Для этого нужно обратиться к председателям организации и определить, что из спортивной деятельности интересует вас больше всего. Тут есть два варианта. Первый – быть спортсменом, то есть пройти отбор в сборной, который у нас проходит каждую осень или каждую весну дополнительный набор. Второй вариант – если вы никогда в жизни не сталкивались со спортом, либо сталкивались, но закончили свою карьеру, можете стать, например, спортивным журналистом, можете стать СММщиком, можете стать организатором спортивных мероприятий. В этом году на ежегодную премию «Студент года» «Юлбарсы» выдвинулись сразу на несколько номинаций. Лучшая студенческая инициатива, где ребята представляют свой проект «Юлбарсы онлайн», а также лучшее медиа-освещение, куда выдвинули пресс-службу клуба. На «Студент года» мы выдвинулись со своей деятельностью, с действенностью пресс-службы, чтобы нас оценили, оценили нашу работу. Победа премии «Студент года КФУ» для нас – это результат нашей работы, чтобы все наши работники, все активисты пресс-службы понимали, что мы делаем все не зря и не в кустую. По словам организаторов, вступление в клуб – это отличная возможность для студента раскрыть себе лучшие качества, обрести новые умения, которые помогут человеку как во время студенчества, так и на протяжении всей дальнейшей жизни. Мы пытаемся охватить различные виды деятельности около спорта, и не просто проводим какие-то спортивные мероприятия, но и пытаемся создать досуг. То есть, например, проводим чемпионаты по настольным играм, по киберспорту. То есть любой найдет себя там, где он захочет. Лев Диденко, Леонард Влитяров, Универ Ньюс. На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok